Американский омар, канадский омар или североатлантический омар или американский лобстер Вид десятиногих ракообразных из семейства омаров Входит в число крупнейших современных ракообразных, достигая веса 20 килограммов и длины более 60 сантиметров Имеет большое промышленное значение В России принято французское название этого ракообразного, хотя в последнее время стали пользоваться и английским лобстер Обычно американский омар имеет длину от 20 до 60 сантиметров и массу до 4 килограмм, но бывают и более 60 сантиметров и тяжелее 20 килограмм Что делает его самым тяжелым представителем всего класса ракообразных в мире Он также один из самых длинных десятиногих рака в мире Самый длинный пойманный американский омар имел длину 64 сантиметра без учета клешней С клешнями более 1 метра По данным книги рекордов Гиннеса, самая тяжелая ракообразная американский омар была поймано в 1977 году у берегов Канады и весила 20 килограммов Все виды омаров любят холодную воду от 0 до 20 градусов Требовательны они и к солености воды, которая в местах их обитания составляет не менее 30% Канадский омар и европейский омар обитают в Атлантическом океане у берегов Северной Америки и Европы Предпочитая скалистые и каменистые грунты от литеральной прибрежной зоны до глубин более 400 метров Но чаще их встречают на глубине от 4 до 50 метров Обычная окраска представителей этого вида ракообразных не отличается разнообразием цветов Но среди этого однообразия попадаются очень интересные экземпляры Нормальная окраска американского омара от темной сине-зеленой до зеленого-коричневой Краснее на теле и клешнях и зеленее на ногах Такая раскраска получается от смешивания желтого, синего и красного пигментов Изредка встречаются голубые омары, желтые, оранжевые, белые или даже двухцветные Примерно один из двух миллионов лобстеров синего цвета Генетическая мутация приводит к появлению синих или голубых омаров Так как у них в чрезмерных количествах продуцируется ответственность за синюю окраску протеин Красная форма – это или обычный результат кулинарного приготовления Или редкая мутация, встречающаяся один раз на 10 миллионов особей Желтые американские омары, еще более редки, тоже возникают из-за генетической мутации И встречаются раз на 30 миллионов особей В июле 2010 года был пойман омар альбинос – абсолютной белой окраски Это еще более редкий случай – полная потеря пигмента Один омар на 100 миллионов В 2006 году один рыбак поймал омара, одна половина которого была окрашена в оранжевый, а вторая – в коричневый цвет Этого омара передали в местный океанариум, где сказали, что это был всего лишь третий омар с такой окраской за 35 лет Изначально разные по цвету, при варке все омары становятся яко-красными Представители семейства омаров имеют большие клешненосные конечности, в остальном их форма, подобно речным ракам У омаров яко выражен половой деморофизм, самцы намного крупнее самок Омары ведут ночной образ жизни С наступлением темноты они выходят из нор и скалистых расщелин, где прячутся весь день и отправляются на поиски пищи Основу рациона питания омаров составляют разнообразные моллюски и улитки Защищающих панциря омар раскалывает большой клешней Более мелкая клешня служит ему для того, чтобы извлечь тело моллюска из расколотой раковины От врагов природе омара защищает твердый панцирь, однако существует период, когда он остается совершенно беззащитным Это период линьки По мере роста особи панцирь меняется на другой, большего размера Линька может происходить в течение длительного периода с апреля по январь Наиболее массовый характер приобретает при температуре воды от 15 до 20 градусов После того, как омар сбрасывает старый панцирь, находящийся под ним новый покров, очень мягкий Новый панцирь накапливает кальций и становится твердым в течение 3-4 недель Стенка тела омара представлена, как и у всех ракообразных, двумя слоями, экзоскелетом и эктодермальным эпидермисом, который и образует панцирь Панцирь периодически линяет, позволяя животному расти Мускулатура тела представлена специализированными мускулами Продолжительность жизни омара достаточно велика У самцов 31 год, у самок 54 года Половой зрелости омар достигает только после 25 линий Казалось бы, давно хорошо изученный омар удивил ученых Оказалось, что он вообще не стареет Омары не теряют аппетит и способности к размножению Они постоянно активны, полны энергии Могут вырастать до гигантских размеров Как например, попавший в книгу рекордов Генса экземпляр весом в 20 килограммов А если умирают, то главным образом, по внешней причине Гибнут от хищников или попадают на стол человека Ну и, конечно, болеют Природа наделила омаров способностью восстанавливать теломеры, с которыми связаны, в частности, процессы старения Теломеры расположены на концах хромосом и защищают их, а значит, и весь организм от изнашивания За открытие этого механизма в 2009 году присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине Увы, сами теломеры не вечны Их для нас сокращается при каждом делении клетки Постепенно они становятся слишком короткими, чтобы защитить хромосомы И, к примеру, у клеток человека примерно после 50 делений проявляются признаки старения Это так называемый предел хейфлика Правда, у природы есть способ сохранить теломеры Речь о чудо-ферменте теломераза Который обладает удивительной способностью восстанавливать теломеры Так вот, омары могут постоянно вырабатывать этот фермент А дальше, понятно, он не дает сократиться теломерам и обеспечивает омарам вечную жизнь К сожалению, этот путь к бессмертию бесполезен людей Так как и клетки, которые переходят предел хейфлика, как правило, становятся раковыми Но омар далеко не единственный феномен, который создала природа Особым вниманием ученых пользуется удивительное млекопитающее, голый землекоп Он не болеет раком, а потому живет намного дольше своих родственников, мышей и крыс А еще землекоп фактически не стареет Не стареют щука и некоторые морские рыбы Более двухсот лет живет речная жемчужница Причем постоянно растет и с возрастом все интенсивнее размножается В конце концов, она умирает, но не от старости и болезней, а потому, что ножка, на которой стоит раковина, не выдерживает ее веса Раковина падает, и моллюск умирает от голода В период размножения, самки омара выделяют феромоны, которые делают самцов менее агрессивными Они начинают ухаживать за партнершими, танцуя вокруг них с закрытыми клешнями Спаривание омаров обычно происходит после окончания линьки у самки летом Примерно через полтора-два месяца после спаривания из яиц вылупляются личинки Температура воды при этом от 9 до 20 градусов До момента вылупления молодей из яиц, самка носит их у себя под брюшком Самки откладывают несколько десятков тысяч яиц и вынашивают их до 11 месяцев Поэтому их можно застать в таком виде в любое время года Самки регулярно чистят кладку и дают ей свежую воду для подачи большей концентрации кислорода Личинки ведут планктонный образ жизни Они часто становятся жертвами хищников, и только одна из тысячи выживает Так проходит 4 стадии развития На стадии плавающей пост личинки омар имеет длину 13 мм Затем, после очередной линьки, став похожим на взрослую особь, омарчик опускается на дно океана И переходит к бентозному образу жизни Через год он достигает длины в 3 см, а через 6 лет будет весить полкилограмма Американский омар также разваливается на специальных фермах Он поражает скорее размерами, чем вкусом Разные виды омаров сильно отличаются друг от друга размерами и вкусом Американский омар известен под многими именами, в том числе Канадский омар, канадский красный лобстер, северный омар и мэнский омар Но у этих омаров есть много отличий, хотя это один и тот же вид омаров Омары штата Мэн живут в более теплых водах Поэтому их панцире немного мягче, а мясо нежнее Поскольку вода более теплая, раковины не становятся такими прочными Поэтому, когда они вылавливаются из воды, они могут прожить без воды примерно 14-48 часов Канадские омары живут в гораздо более холодной воде Поэтому их мясо не такое нежное и сладкое, как мясо омаров штата Мэн Поскольку их панцире более твердые, они могут прожить без воды в течение 48-72 часов Поскольку эти омары могут жить без воды в течение более длительного времени, то их легче найти в супермаркетах Многие дистрибьюторы или рыбаки предпочитают покупать и продавать канадских омаров Потому что после поимки они могут жить дольше Самыми ценными считаются атлантические омары или норвежские омары Они невелики размером, зато очень вкусные Гораздо больше по размеру европейский омар, который обитает в морях, омывающих Европу от Норвегии до северо-западного побережья Африки Более 80% мировой добычи приходится на американских омаров Европейские омары более деликатесные, однако и более дорогие Европейские лобстеры живут в морях, омывающих западный край Европы От скандинавского полуострова до северо-западного африканского побережья Он чуть менее сладковат, чем канадский лобстер Имеет менее насыщенный, однако, сложный интересный вкус Характерная их черта – синеватый цвет панциря Мясо лобстера имеет невероятно нежный и тонкий вкус Самой ценной считается хвостовая часть, так как именно в этой зоне мясо имеет наиболее нежную текстуру Мясо содержится также в клешнях и ножках Его отваривают или жарят на гриле Американский омар имеет большое промысловое значение Коммерческий улов США в 2010 году оценивался примерно в 396,8 миллиона долларов При этом 93% вылова в США приходилось на два штата Мэн – 47 тысяч тонн и Массачусетс – 6 тысяч 500 тонн Добыча американских омаров разделена между США в весенние месяцы и Канадой в ноябре-декабре В течение этого времени живых омаров переселяют в прибрежные озера, а затем на протяжении года вылавливают В середине 19 века предпринимались попытки искусственного разведения омаров Которые были расширены в начале 21 века, но до сих пор не было найдено коммерчески выгодного метода их культивации Как следствие, популяции омаров постоянно сокращаются Сегодня лобстер на столе – это престижный атрибут дорогого ужина Мясо омара считается деликатесом Это один из самых питательных источников белка, который можно найти В виду используется мясо из-под панциря, в хвосте, ногах, печень, икра Из него готовят салаты, заливное, крокеты, суфле, мусы, супы Но во времена первых британских колоний Новой Англии 17 века омаров было так много Что собирали их прямо на берегу и использовали в качестве удобрения для полей или наживки для рыбы Брезгли его называя морскими тараканами Ныне дорогущий омар когда-то считался едой бедняков и скармливался рабам, заключенным и слугам Последние даже судились городом и Сачусетсом, требуя, чтобы их кормили омарами не чаще трех раз в неделю Неудивительно, что дурная слава прилипла к ракообразным надолго Только ближе к середине 19 века лобстеры снова постепенно выплывают на поверхность и начинают пользоваться спросом Произошло это по трем причинам Во-первых, железные дороги активно развивались и связали, наконец, центр с побережьем Во-вторых, люди научились консервировать продукты В 1825 году в США был запатентован способ консервирования лосося, устриц и омаров в жестяных банках И в-третьих, стал развиваться внутренний туризм, благодаря которому Бостон, в прибрежных водах которого обитало очень много омаров, стал популярным среди жителей Нью-Йорка и Вашингтона Они с удовольствием ели недорогих вареных лобстеров, а потом возвращались к себе домой и скучали по этому вкусу Так постепенно, еще до Второй мировой войны, лобстер стал вожделенным продуктом, за который люди готовы были платить хорошие деньги Новизная редкость – основные факторы, которые напрямую влияют на цену продукта И именно они возвышают его и делают престижным в глазах потребителей Иногда это дань моде, а иногда реальный спрос на редкий ингредиент Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok